Оперативное совещание в правительстве региона губернатор Мурманской области начал с подведения итогов Петербургского международного экономического форума. На его площадке проведено ряд важных деловых встреч. Подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере реализации гостиничных проектов международного уровня, развитию Мурманского порта, производства и логистики других крупных предприятий региона. А, например, с корпорацией Роснано достигнуто соглашение по пилотному запуску проекта водородной энергетики. Итог. МЭФ-2021 для Мурманской области прошел успешно, заключил глава региона Андрей Чибис, особенно отметив ключевое для Кольского заполярья событие форума. Самым главным итогом, решением стала презентация нашего проекта культурно-делового центра «Новый Мурманск». Напомню, это ледово-портовая территория около ледокола «Ленин». И это не просто презентация, а мы подписали все необходимые соглашения с корпорацией ВПРФ, с Министерством Дальнего Востока и Арктики и с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Этот стратегически важный для нашего региона проект оценивается в 15,5 миллиардов рублей. Приступить к его практическому воплощению область намерена уже в 2022 году, а в 2024 в соответствии с планом завершить первый этап. Полностью масштабная программа будет реализована в 2027 году. Андрей Чибис подчеркнул, результатом станет не только улучшение качества городской среды, проект позволит повысить экономическую активность в Заполярье и раскрыть ее туристический потенциал.